МТМ Вижн Глава первая. Дуэлянты. Вы проиграли. Да твою же за ногу, меня отвлекли. Кракен в один миг оказался рядом, пока я таращил глаза на предложение Брутто, и моя полоска здоровья почти мгновенно уменьшилась до символической единички. Я даже толком не разобрал, что за серию ударов провел защитник. Хорош защитничек, не стыдно лукаря бежать? Ага, вот как должно быть, и никаких мобов, понял, ганкер? Кракен пританцовывал вокруг, постукивая мечом по щиту, как индеец с барабаном. Молодчина, Кракен, знай наших! — крикнул Лютик. И выставил раскрытую ладонь Велизару. Дай пять, хиллер! Я встал с земли отряхиваясь, мотнул головой, отгоняя призрак поражения, и со злостью сомкнул губы. Надо накачать себя получше перед следующим боем. Чертов Брутто, влез когда не надо. Весь настрой сбил, у меня тут дуэль важная, а он лезет со своими топовыми кланами. Если бы лидер Мстителей сейчас появился передо мной, просто сжег бы взглядом. Взломал бы Матрицу. «Гони сто золотых, гном!» — довольный Лютик хохотал над ухом хмурого Винтика. Рузик рядом недовольно заворчал, отпихивая носом развеселившегося мастера двух клинков. «Чёртовы эльфы, одни проблемы от вас!» Винтик нехотя вернул сотню монет. «А ты не переживай так!» — Лютик похлопал Винтика по плечу. «Сейчас поставишь на меня, отобьёшь свои денежки, если, конечно, найдётся дурень, который поставит против!» «Белизар исцелил вас на девять тысяч пятьсот здоровья!» «Белизар исцелил вас на две тысячи сто девяносто девять здоровья!» Кракен прошёл мимо меня с видом победителя и небрежно так бросил. «Без мобов-то тяжко, ага!» Лютик проскочил мимо защитника, сразу встав на то место, откуда начал бой Кракен. С нетерпением повернулся ко мне. «Ну что, аншот, теперь я!» Я поднял ладонь, притормаживая его. «Погоди, очки раскидаю!» Мастер двух клинков мельком глянул на мой уровень и кивнул. Даже усмехнулся, я легко прочёл его мысли в глазах. «Пусть трепыхается, если думает, что это поможет!» Я быстро открыл инвентарь и, наконец, глянул на лук скиллшота. «Длинный лук защитника. Урон шесть тысяч пятьсот, восемь тысяч пятьсот. Дистанция дальняя, максимальная. Требование. Сила восемьдесят, ловкость сто сорок пять. Эффект. Шанс пять процентов сбить противника с ног». «Вот же пипец! Этот лук даже не только ловкость требует, а ещё и силу. Сокрушительная убойность, ограниченная долгим натягиванием тетивы. Не для моего стиля игры, но и искушение снять издалека какую-нибудь тряпку очень велико. Эта дура может критануть и при попадании по корпусу, необязательно даже в голову или спину целить. Правда, это только против магов на осаде. Ну, кто ещё будет стоять на одном месте и ждать, пока прилетит стрела? «Для распределения вам доступно пять очков. Сила шестьдесят пять. Ловкость сто шестьдесят девять. Выносливость девяносто. Интеллект десять». «Ты там долго ещё?» — с нетерпением спросил Лютик, поигрывая двумя мечами, так смахивающими на самурайские катаны. «Да, ща-ща!» — отмахнулся я. Мечник недовольно скривился, но промолчал. «Так, если в силу я никогда особо не упирался, то стоит ли менять стиль игры ради удачно выпавшего лука? Определённо нет. А если я вступлю в ряды Гидры? Предположим, идёт осада, и я стою на стене Рейхана. Дым от горящей осадной машины врага несёт в сторону, и я вижу слабый оттиск фигуры мага, скрытого в инвизи. Что я сделаю со своим арбалетом? Да вообще с любым маленьким луком, рассчитанным на ловкость. Я поджал губы. «Однозначно стоит хотя бы попробовать. Сейчас для дуэли я этот лук не возьму, но вот на осаде ему цены не будет. Мои статы уже не позволят мне набрать 80 очков силы к 70 уровню, но можно будет найти шмотки на плюс к силе». Я быстро вкинул очки в силу, не слушая колебания внутри себя, и мельком глянул на обновлённые статы, прежде чем закрыть окно. «Андшот, охотник, 68 уровень, эльф, сила 70, ловкость 169, выносливость 90, интеллект 10». Ладно, много для меня всё равно не изменилось. Сила никак не влияет на арбалет, потому что у механизма фиксированная сила на тяго. «Вы получаете достижения крепкие ноги. Ваши прыжки теперь намного эффективнее и увереннее». Вот те она, а я даже не знал про такую фишку. Я с улыбкой смотрел на затухающее сообщение, думая про благоволение Вселенной. А если бы я не выбил лук из киллшота, я бы даже не узнал о таком достижении. Я закрыл интерфейс и собрался уже кивнуть противнику, как снова тренкнул приват. «Я предлагаю только один раз, Аншот. Весь сервер мечтает попасть к Мстителям», — пишет Брутто. «А я мечтаю натянуть весь ваш клан за те два года жизни на обочине, что вы мне устроили. Уж не знаю, Брутто, был ли ты тогда в составе Эвенжеров, но сейчас, как правоприемник, будешь нести ответственность». С этими мыслями я отправил лидера Мстителей в Игнор. Это уже становится плохой привычкой. Ни Лакер, ни Вестник не оценили бы моего решения. «Вожди, блин». «Я готов», — крикнул я Лютику и встал напротив него. «Лютик предлагает вам дуэль». «Да?» «Нет». Отгремели фанфары, и теперь мы враги. Лютик встает в боевую позицию, один меч впереди, другой сверху над головой. Ноги слегка расставлены. Мастер двух клинков. Быстрый легкий боец, вооруженный парой изогнутых мечей. Тут фантазия каждого игрока не имеет границ. Кто-то, как Лютик, берет одинаковые клинки, кто-то один длинный, другой короткий. Я видел, как бьются такие мастера. Быстрое вращение тела. Как клинки так и мельтешат, как искрящийся смерч вокруг своего хозяина. Опасный противник. Я двигаюсь плавно по кругу в одну сторону. Лютик повторяет мой маневр в другую, но при этом сдвигается чуть ближе. «Нет, друг мой, с тобой мне необходимо дистанцию соблюдать. Обнимашки с мечником всегда плохо заканчиваются. Заряжаю оглушающий. Внезапно Лютик приседает, собираясь прыгнуть влево. Я сразу беру цельное опережение и выпускаю оглушающий. В пустоту!» Мастер клинков лишь наметил резкий прыжок, но на самом деле устремился ко мне, врубив ускорение. «Вот же блин!» Лезвие клинка проходит в сантиметре от моего плеча, когда я изо всех своих возможностей отпрыгнул. «Офигеть!» «Оттолкнулся!» Стреляю навскидку, чтобы не упасть на спину, но промахиваюсь. Я с непривычки отлетел дальше, и мечник чуть проскочил по инерции. Лютик останавливается, чуть присев, и сразу выкидывает тело вслед за мной. Я, как только приземляюсь, врубаю преследование загнанного зверя и ломлюсь по кругу по краю арены. Мастер двух клинков не отстает. Я опускаю еще пару стрел через плечо, он не дает мне точно прицелиться, ведь если я обернусь полностью, сразу снижу скорость. «Вы нанесли Лютику 3181 урона!» «Ага, попал! Давай еще так побегаем!» Но Лютик срезает круг, дистанция резко сокращается, и я впечатываю обе пятки в землю, пытаясь извернуться и заставить мечника проскочить. Лезвие клинка пролетает в нескольких сантиметрах от лица, но не успеваю я обрадоваться, что вырвался, как Лютик довершает вращение и выкидывает уже вторую руку с клинком. «Кончик меча достает мою спину!» «Лютик нанес вам 3425 урона!» «Ничего страшного, жить можно!» Так я думал, останавливаясь и поворачиваясь с арбалетом на изготовку, но мечник, падая спиной вперед, замахивается первым клинком и внезапно метает его, и все в одном движении. «Лютик нанес вам 3501 урона!» От неожиданности моя стрела уходит выше, я же стою и с недоумением смотрю на торчащую из груди катану. Еще миг, и она исчезает, появляясь в руке вскочившего с земли хозяина. Несколько прыжков назад выпускаю стрелы одна за другой. Увертливый зараза! И неумолимо приближается! Но вот сеть готова и заряжена, а Лютик уже в четырех шагах как раз делает рывок ко мне. С такого расстояния не промахиваются. Выпускаю плетенку, она красиво раскрывается паутиной, но ловит лишь воздух. Лютик с разбегу падает на спину и в красивом подкате скользит к моим ногам, пропуская прямо над собой не успевшую до конца раскрыться сеть. Один миг, мастер клинков сбивает меня с ног, и я падаю на заботливо подставленный клинок. «Вас свалили дальним подкатом! Лютик нанес вам 4773 урона! Вы проиграли!» «Ах-ха-ха, ганкер!» — послышался веселый крик Кракена. «И никаких мобов!» «Так-то он 68-й!» — это сказал уже Винтик. «Ты мне сотню лучше гони, гномчик!» — беззаботно ответил танк. «Пипец!» Я лежал и смотрел на единичку в полоске здоровья. «Вот те на! Так вот каково это потерять сноровку!» По спине мягко похлопали. «Да не переживай ты так, Аншот!» — ласково сказал Лютик. «Мы тебя подучим еще, может, и выйдет толк!» «Давай, говори еще, прошу тебя, скажи мне еще что-нибудь, разозли меня!» «Велизар исцелил вас на 9500 здоровья!» «Велизар исцелил вас на 2199 здоровья!» «Те маги из пламени хаоса, они вообще как? АФК были или спали прямо в коконах?» Вдруг спросил Кракен у гнома, толкнув того локтем. Медведь Рузик возмущенно ткнул носом танка, и тот примеряющий поднял руки. «Да не трогаю я твоего хозяина!» «Вот и не трогай!» — пробурчал Винтик. Я встал и медленно выдохнул, разглядывая веселящихся гидровцев. Что-то не особо получается разозлиться. «Ну что, ганкер, дубль 2 или подкачаешься до 70-го?» — спросил Кракен с усмешкой. «Да не, ему до 80-го надо! Будет у админов еще 10 уровней выпрашивать!» Лютик с кряхтением плюхнулся рядом с танком. «А не боишься?» — спросил я у Кракена, выжимая улыбку. Танк перестал улыбаться. «Наглый ты, ганкер! Воспитывать тебя и воспитывать!» Он, крякнув, встал и отряхнул ноги от травинок. «Ну попробуй!» Я решил сам немного вывести противника. «Ну все, ганкер, я сейчас рекорды буду делать!» Он глянул на запястье, будто там часы. «До этого за три секунды управился малыш!» Я обрадовался, чувствуя, что все-таки сдвинулось что-то в моей черствой душе. Потихоньку просыпается ярость. «Да, теряю хватку, раньше меня не надо было валять по всей арене, чтобы заставить лучше работать!» «Ты за две секунды ляжешь», — спокойно сказал я. Кракен хмыкнул и вышел на арену, дошел до стартовой точки, повернулся. «Кракен предлагает вам дуэль!» «Да?» «Нет?» «Да!» И снова вокруг нас желтая и красная границы. «Сдохни, ганкер!» Танк, выставив щит, устремляется ко мне. Я сразу ломаю шаблон, чуть подаюсь вперед, но тут же делаю длинный шаг назад к желтой границе арены. Кракен, естественно, врубает свой рывок, я же резко отпрыгиваю вбок, отстегивая с пояса капкан. Для такого увольня это просто неприятная мелочь, но защитник все-таки оступается на ловушке, чуть посунувшись вперед. Его щит на мгновение закрывает ему обзор. Щит, который Кракен использует для таранного оглушения, краем проплывает рядом со мной, и если бы не крепкие ноги, фиг бы успел. Я делаю еще шаг и оказываюсь уже за спиной танка. Заряженный скилл для удара в спину готов. «Критический удар! 4465 урона! Успешное опрокидывание!» Инерция сыграла свою роль и выстрел в спину кинул и без того потерявшего равновесие танка еще дальше вперед, заставив пробежать несколько лишних шагов. Намного дальше, чем планировал Кракен, потому что очухался он уже за красной границей, неверящим взглядом уставившись под ноги. «Да как так? Вы победили!» «Охренеть!» — послышался возглас той стороны, где сидели злюк и глюк. «Ну да, одно дело видеть это в крутых видосиках, где мало ли что, может, накрутили спецэффектов админы для зрелищности. А другое дело тут, рядом с тобой, своими виртуальными персонажами лицезреть, как шестьдесят восьмой нищеброд, натянулся медесятку из топового клана. «А-ха-ха!» — Винтикаш подскочил с земли и затанцевал вокруг офигевшего лютика. «Гони обратно сотню, самураи-остроухий!» Стражники тоже увлеченно обсуждали увиденное, толкая друг друга локтем. «Не, ну ты видел, что чужак-то выкинул!» — сказал Жуль. «Ну так Софира кого попала в кровные друзья не берет!» Гордо хмыкнул Иэн. Кракен повернул ко мне лицо, красное от злости. «Ты!» «Я спокойно отвечаю и добавляю. «Побил рекорд? Две секунды, по-моему!» Танк свирепо выпятил нижнюю губу и ударил мечом по щиту. «Размажу!» Рядом оказался Винтик. «Да, в котлету!» — спародировал он злое лицо Кракена. «На фарш тебя порубит!» «Гном!» — рявкнул защитник. «Чего лезешь?» Я повернулся к Лютику. «Ну что, еще бой?» Лютик задумчиво глянул на площадку, чуть помедлив с ответом, но тут все гидровцы на миг потупились взглядами. Застыли, будто читают текст перед лицом. «Извини, лукарь, в другой раз!» Винтик виновато пожал плечами, качая головой. «Сейчас у нас не получится! Вестник зовет!» «Эх, жаль, нет времени тебя еще разок повалять!» улыбнулся Лютик, но бьюсь об заклад, сказал он это с некоторым облегчением. «А-а-а!» Кракен пнул от злости траву. «Везучий ты, ганкер!» Людвиг положил ему на плечо руку. «Ладно, расслабься, он же не слил тебя, хитростью выиграл. «У тебя же интеллекта, наверное, ноль!» и подмигнул мне. «Нехрен меня успокаивать, приколисты!» Танк дернул плечом, стряхивая руку, и ткнул мечом в мою сторону. «Ты! Еще одна дуэль, помнишь? Решающая!» «Всегда, пожалуйста!» ухмыльнулся я. «Ладно, лукарь, давай!» Винтик махнул рукой, его Рузик что-то пробурчал мне. Людвиг со Стелсом тоже махнули мне. Остальные гидровцы и даже Кракен только кивнули, и все направились к воротам обратно в Рейхан. Я остался один и, наконец, выдохнул с облегчением. Все-таки не провалился с позором. Помнят ручки золотые, как нагибать-то? Несмотря на то, что бой позади, сердце все равно билось, как угорелое, но постепенно кровь успокаивалась. «Эх, жаль, а ведь только разогрелся!» Я никогда особо не унывал от поражений, считая это дополнительным стимулом подумать, что и как можно было сделать по-другому. Я особо-то и не рассчитывал показать высший класс прокачанным семидесяткам, но вышло вполне неплохо. То, что я сделал с магами в Софире, на самом деле результат везения и неожиданных решений. Если застанешь врага врасплох, сломав поведенческий шаблон, можно легко повернуть ход боя в нужную сторону. Да, во времена спортивных соревнований я достаточно много прочел всяких умных книжек. Психология боя, психология спортсмена, все на такую тему. «Эй, антшот, а ты как научился вот так драться?» Голос сзади заставил меня вздрогнуть, вырвав из размышлений. Поворачиваюсь, злюк и глюк, гоблин и гном. «Так, это как?» спрашиваю в свою очередь. «Ну, злюк замялся». «Так круто!» «Ты, наверное, профи, да?» вклинился глюк. «Киберспортсмен?» «Так, совсем хреново у меня дела с конспирацией. Скоро можно будет просто табличку повесить на лоб. Антхант». «Да какое там?» Я пожал плечами. «Просто разозлил меня танк, вот и выкрутился как смог. Этот кракен никому не нравится, противный как слезняк». В эмоциях бросил злюк, а глюк радостно закивал. Потом гоблин спохватился. «Ты ведь никому не скажешь, что мы про него говорили?» «А то мы в Гидру хотим, в Академ к ним». Я отмахнулся. «Не переживай, не сдам». Едва я повернулся в сторону ворот в Рейхан, как настырный злюк снова обратился ко мне. «Слушай, Антшот, скажи секрет какой-нибудь. Ну, для ПВП, чтоб круче быть». Я посмотрел на обоих нубов, они ясными глазками уставились на меня в надежде, что я выдам им сейчас ту самую формулу философского камня. Подумав мгновение, я все-таки сказал. «Больше биться надо с игроками. В любом случае, от драки не отказываться». Злюк кивнул, а глюк с сомнением спросил. «А качаться-то как? Мобов же тоже надо бить». Я усмехнулся, вспоминая наши командные походы в подземелье. Как я заставлял своих тиммейтов отрабатывать боевые серии ударов на каждом мобе. До сих пор смешно, когда перед глазами встает та картина. Наш маг-целитель кувыркается вокруг моба, который может снести его с одной плюхи, а я ему кричу. «Если нас всех положат, ты должен уметь избежать смерти и поднять весь рейд, а потом моб все-таки достает бедного лекаря». «Качаться надо, только связки отрабатывайте на мобах. Серия ударов у вас на автомате должна получаться. Теперь ясно?» Нобы закивали, переглянулись и покосились в сторону арены. А я сразу же быстрым шагом пошел к воротам. «А то еще пристанут с дурацкими вопросами. Интернет полон кучей гайдов, и после того, как перелопатишь все, сразу становится ясна общая суть. Трудиться надо». «Но нет же, им суперсекреты подавай». «Ты неплохо выступил, странник», сказал мне довольный Иейн, когда я проходил мимо. Стражник увлеченно пересчитывал монетки в ладони под недовольным взглядом Жули. «Тут все, что ли, помешаны на ставках?» «Спасибо, старался», кивнул я и снова вошел в город. «Надо наведаться в почтовую гильдию, посмотреть, что там оставило мне мираж. Неужели решила накидку по почте переслать? Вряд ли такое возможно. Объем почтового ящика не позволит это сделать. Только денежки или письма, ну еще рецепты и свитки всякие можно». Я повернулся. «Ийн, а где у вас тут почта?» Стражник, пряча в карман удачный выигрыш, улыбнулся. Пойдем, покажу.